Под Москвой было большое сражение за сохранение леса около города Хинки. Народ там сражался, чтобы его не тронули, чтобы лес оставили в покое, чтобы железную дорогу проводили каким-то другим маршрутом. Но действительно, можно пустить его или поверху, или понизу поезд. Вовсе не обязательно для этого уничтожать огромное количество деревьев, а главное нарушить лесную музыку сказочную, как поет кузнечик или воробей, или синица, или еще кто-то там. И из-за этого была страшная борьба, и избивали журналисты до полусмерти, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Почему-то, я не понимаю, олигархи, которые хотят строить дороги, чтобы иметь потом баснословные доходы, почему они скупятся и боятся сделать лишние расходы на то, чтобы сохранить лес. Как будто это не их отечество, как будто это не их родина, как будто это не их соотечественники там ходят и наслаждаются лесом, как будто это не их природа, как будто они какие-то пришельцы. Но это, видимо, и не пришельцы, и не свои, и не чужие, а просто люди опьяненные запахом денег настолько, что они ничего не соображают. Ну вот из людей лидеров, которые боролись за сохранение Химкинского леса, была и замечательная девушка по фамилии Чирикова. И сейчас оппозиция выдвигает ее в мэры города Химок. Это что-то удивительное. Впервые народ, я бы даже сказал, впервые на планете, и в Америке люди не знают, за кого не голосуют, и в других странах мира люди не знают, за кого голосуют. Им представляют человека, человек произносит какие-то общие речи, все вроде хорошо, а жизнь стоит на месте, и недостатки не исчезают, а наоборот плодятся. Так что нужны не хорошие слова, а нужны хорошие дела. А вот это тот редкий случай, когда, наконец, народ может выбрать достойного человека, который действительно проверен в деле. Он боролся за свое отечество, за сохранность природы своего отечества. А сохранность природы – это и сохранность душевного состояния благостного соотечественников. Люди там отдыхают, люди там набираются сил к жизни, к творчеству. И кроме того, это же единение с природой – это одна из составных частей любви к отечеству. То есть перед нами это защитники не только леса, но и защитники нашего отечества. Так что я счастлив, что народ в химках может, наконец, проголосовать за человека, которого он знает.